Современный учебный центр с передовым оборудованием мирового стандарта. Таким может стать Альметьевский торгово-экономический техникум. На его базе собираются создать ресурсный центр. О том, каким он должен быть, говорили на стратегической сессии. До апреля месяца у нас есть срок, но на самом деле не длинный, а очень короткий промежуток времени. Нам нужно подготовить концепцию, подготовить сметы, подготовить форматы визения того, как мы хотим преобразовываться. На сегодня у нас 37 ресурсных центров в республике действуют. То есть это центры подготовки кадров, которые имеют тесную взаимосвязь с работодателем, которые имеют свою стратегию, которые имеют очень широкий, большой спектр коротких программ, крупной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Участниками стратегической сессии стали представители бизнес-сообществ и муниципалитета, преподаватели и студенты техникума. Они определили ключевые проблемы учреждения и подумали над их решением. А что значит высококвалифицированный специалист? Это не просто студент, который пришел учиться и получил диплом об образовании. Он должен будет получить качественное образование. А качественное образование предполагает соответствующую материально-техническую базу, оснащение лабораторией, современным оборудованием. Чтобы торговый техникум в нашей армейске вышел на новый уровень, это в общем, конечно, проблемы по всей стране было. То есть это чтобы наши уже преподаватели, то есть уже ездили сами обучаться в другие страны. Также самые заслуженные студенты тоже совместно ездили с преподавателем. То есть к чему обучение, то есть принимали мировой опыт. Проблема кадров, она всегда была, наверное, есть и будет. И, конечно, нужно. То есть нужно какое-то учебное заведение, в котором будут готовить таких специалистов узкой направленности. Программа создания ресурсных центров работает в республике с 2014 года. В рамках их создания проводится капитальный ремонт профессиональных образовательных организаций и приобретается высокотехнологичное оборудование. Внедряются новые учебные программы.